Юра с Днюхой. Кстати, Днюха у него будет скоро. Он буквально не дожил три недели до своего дня рождения. То есть 27-го числа, насколько я понимаю, у него день рождения, по-моему. И, конечно, для меня это была трагедия. Когда не стало Юра Хоя, лично я как бы слушал его песни, начинал слушать с 90-го, даже с 89-го года, по-моему. Такая вот как бы трещина на этом памятнике. Видно, что жизнь разбилась Юрия Клинских, Юрий Николаевич. Смотри, в жизни я встречал друзей и врагов, в жизни я встречал друзей и врагов, в жизни много всего перевидал, солнце тело моё жгло, ветер в волосы трепал, но я смысла жизни так и не узнал. В 96-м году в Подмосковье, кстати, к нам приезжал Юра Хоя, где-то вот... Но ты его так и не увидел? Как не увидел? Я был на концерте. Я хотел сфотографироваться, полароид, там вот эти, знаешь, такие полароиды были в то время, плёночный фотоаппарат. Бутылку водки поставил, вон, застовка, бутылку водки взял, кто-то снизил. Иди сюда, твойник! Я хотел с Юркой посидеть, выпить за последний день. Можно мы здесь побудем немножко? Ну ладно, не будем оскоренять могилу, как говорится, ругаться, ругаться, я думаю, не стоит. Вот. И хотелось бы всё-таки, чтобы сделали памятник, памятник группы, ну, Юру Хою, именно где-нибудь установили Юрия Клинских, где-нибудь всё-таки в городе, в самом Воронеже, да? Да. Всё-таки творческий человек, я думаю, он достоин. Потому что, насколько я знаю, Ирина Клинских, она просила за этот памятник саму администрацию, но они так и не поспособствовали этому. Друзья, всем привет! Сегодня направляемся на кладбище Юры Коя. Да, приехали мы сюда. Можно доехать от Димитрова остановки. Все автобусы, которые идут в сторону нефтебазы, мы вышли на дрожжевом заводе. Остановка называется. И сейчас идём вдоль вот этой стены и дойдём до кладбища. Стену отсюда плохо видно, я ещё поближе покажу. Да, что там уже будет. А, вот идём вдоль забора, здесь вот такое вот видно. И видно какое-то нефтехранилище. Вообще кладбище Баки, по-моему, называется, потому что здесь нефтехранилище было, да, какое-то. Вот эти вот баки, хранилище, что-то с этим связано. Ну, походу, оно до сих пор есть, потому что здесь нефтебаза где-то. И чувствуется запах. И прям ощутимо вот это. Вот сейчас вот пошёл, ветерок дунул в нашу сторону. Ещё колючий проволок оградили. Не знаю, нам сказали метров 500, наверное, пройти, да? Или где-то около километра. Дорога идёт, не ошибётесь. Да, дорога идёт. И гаражи с левой стороны. Друзья, и вот, в общем-то, мы проходим мимо вот этого забора до конца. Тут какой-то шлагбаум такой, типа, как бы открывается. Только что видели, в этом направлении катафалка проехала. И вот кладбище там виднеется, собственно. Вот подошли мы, короче, к уже кладбищу Юра Хоя. Как говорится в одной песне, я живу на ваях. Кладбище находится тоже в районе Ваи, да, правильно, я понимаю? И как говорится в одной песне, я живу на ваях. Но от этой страшной мысли происходит стук в зубах. Шутливо называли, конечно же, это вот этот вот район. Потому что здесь было много дымящихся, дымящих заводов, там, всего такого, да. Шутливо называли этот район Сектор Газа. Наверное, после этого так и появилась группа, легендарная группа Сектор Газа, которая в 90-х просто била рекорды, я считаю. Ну, люди реально слушали очень с удовольствием. И до сих пор многие слушают и приезжают со всей страны сюда. И идём вдоль вот этой железобетонной стены. Машину там виднеется вдалеке. Здесь даже видно, есть какие-то туалеты бесплатные. Вот начало кладбища. По-моему, отсюда. Так, сейчас. Первые признаки. Хой. А, вот даже тут стрелочка указана. Хой. 4-е, 07-е, 18-й год. Короче, вот так вот вдоль стены, ребята, идём. Вот здесь вот такие вот встречаются надписи. Юра Хой. Архангельск. 18-й год. Кладбище, кстати, уже официально как бы закрыто. Для захоронений. Но если под захоронений идут, то каким-то старым могилам там родственников, наверное, подкладывают где-то рядышком. Так, кладбище очень большое. 48 гектар. Идём даже впереди. Вот видим машину. Как раз его привезли. Наверное, какой-то у тебя будет происходить. Здесь вот видно захоронение автомобиля. Юра Вечная Память. Всякий натость. Хой Вечная Память. Бишкек. Даже с Бишкека здесь были. Представляешь, люди откуда приезжают. Бишкек это у нас Киргизия. Я вот, кстати, вот совсем недавно, совсем недавно был день смерти Хои. Я думаю, сюда многие приезжали на машине. Также здесь можно проехать. Ну вот мы с тобой уже сколько метров 300, наверное, прошли, да? Вот сначала кладбище, я имею в виду. И вот где-то, я так предполагаю, что где-то мы уже ближе-ближе находимся к цели. Юра с Днюхой. Кстати, Днюха у него будет скоро. Он буквально не дожил три недели для своего дня рождения. То есть 27-го числа, насколько я понимаю, у него день рождения, по-моему. Июля, да. А сегодня у нас какое? 14. Сегодня 14, хорошо. Вот, кажется, где-то, мне кажется, здесь. Смотри, вот здесь спина исписанная. Хой живой, привет из Норильска. Королев. Кстати, Королев Подмосковья даже наша. Тут еще надо было написать Ивантеевка. Хой жив, привет из Воронежа. Ребята, мы Ивантеевка, как говорится, Пушкино. И Хорецк, помнят Хоя, световая память. Так, мне кажется, где-то мы уже близко. Здесь кладбище, в принципе, не такое уж и молодое. Я думаю, здесь даже старинных склепов, как бы, да, и таких вот известных очень личностей, думаю, не так-то и много. Хотя, может быть, тоже есть, кроме Юрия Клинских их еще кто-то похоронен. Ничего я не буду правильно говорить. Народное название кладбище Баки. И понятно почему, потому что вот здесь вот хранилище нефтяных там, наверное, каких-то там, не знаю, отходов или что там. Но вот здесь вот, видно отсюда, вот такие вот здоровые стоят бочки. Это нефтебаза. Нефтебаза, да? Вот. И такая дорога идет вдоль-вдоль всего и до могилы Хоя. Спасибо, помню. Хой, вот стена тут сейчас заканчивается, поворот. И я думаю, там еще где-то метров, наверное, около ста. И мы на месте. Так что людей, я думаю, сегодня немного погода пасмурная. Но, может быть, кто-то даже и попадется нам навстречу. Поконники Хоя, как говорится, народная тропа не зарастет никогда. Да. Очень жаль, что не получилось нам купить цветочки хотя бы, да? Да. Блин, а то тут что-то, ну, кладбище уже, как бы, оно закрытое считается, поэтому ничего не продают. Сюда, да? Да, где-то здесь. Ну вот, смотри, тут Хоя, мы помним город Астрахань. Горяд, его разбили, будут реставрировать. Памятник-то, Миша, да? Да, потому что приезжают. Тихо, аккуратнитесь, смотри. Многие начинают пить, как-то сюда. Пить, бухать, ну, как-то вестись, они очень подолбающим образом. Я считаю, что это, конечно, какое-то неправильно. Это оскорнение, мне кажется, все-таки. Как-то могила. Зачем-то, ну, как бы, памятник-то рушится. Надо как-то почитать память, наоборот. Ну, одно дело помянуть, да, там, аккуратненько, тихонечко. Ну, не танцевать там, как говорится, ни шабашу не устраивать. Где-то здесь, да? Много очень памятников. Уже километров прошло. Да. Вот так вот. Солнышко вышло. Была погода сегодня отвратительная. Прям вот весь день, пока мы там уходили по набережной. Где мы там сегодня были? Адмиратийская набережная. Вот, а сюда приехали, солнышко, прям погода улучшилась. Это хороший знак. Да. Фух. Да, конечно, для меня это была трагедия. Когда не стал Юр Хоя. Лично я, как бы, слушал его песни, начинал слушать с 90-х, даже с 89-го года, по-моему. Все, как раз его могила. Вот мы подходим. Да, вот его памятник. Вот тут символ, такая вот, как бы, трещина на этом памятнике. Видно, что жизнь разбилась. Суже от реставрирования, я даже не знаю. Возможно. Возможно, вряд ли. Юрий Клинских, Юрий Николаевич. Смотри, в жизни я встречал друзей и родов. Это из песни. В 96-м году в Подмосковье, кстати, к нам приезжал Юру Хой. Как раз это было где-то осенью. Поступал в одном из клубов, Подлибка, по-моему, насколько я помню. Я еще хотел тогда кассету купить, фотографироваться с ним, но у меня не было ни фотоаппарата. И я вот очень сильно жалею, у меня у сестры была видеокамера на тот момент, что я вот не заснял вот этот концерт. Хотя подобные видеозаписи наверняка есть где-нибудь в интернете, я думаю. 96-й год, концерт где-то вот... Ну, ты его так и не увидел? Подлибки или Бошева. Как не увидел? Увидел. Я был на концерте. Ну, а ты... Я хотел сфотографироваться, полароид, там вот эти, знаешь, такие полароиды были в то время, пленочные фотоаппараты. А ты мог бы представить, что когда-то ты окажешься в Воронеже и вот, ну, придешь к нему на могилу? Мог такое? Ну, это как бы вообще-то гром среди ясного мельба, насчет смерти его, как бы для меня стала неожиданность, внезапно. Ну, да. Да, он как бы... Ну, я не отслеживал его жизнь, как бы, что именно происходило с ним. Потому что, ну, как-то песни выпускались, но потом, я смотрю, реже стали альбомы выпускаться, знаешь, оставшиеся сзади, потом... Бутылку водки поставил, вон, со стопкой, бутылку водки взял, кто-то снизил. Иди сюда, твой, ебаный! Я хотел с Юркой посидеть, выпить, замаслять и деньги. Можно мы здесь побудем немножко? Да, конечно, вот прекрасно. Здравствуйте. Ну, правда, ну, так не делается. Ну, зачем так делать, а? А были знакомы с Юрой Хвоем, нет? Не были? Нет, с Юркой нет, но уважаю его творчество. Я взял за последнюю бутылку водки, стопку. А кто мог забрать? Пошел, думаю, сигаретку стрельну, чтобы с Юркой покурить, посет. Прихожу в водку. Сволочь вонючая забрал, а? Ну, ладно, мы не будем оскоренять могилу, как говорится, ругаться, я думаю, не стоит это. Я думаю, когда день рождения у него был, когда, да, недавно совсем? У него нет. А, вот будет, будет, 27-го у него будет, да. 24-го был. 4-го был. Был у него этот день смерти. Народу много бывает? Я каждый год приезжаю, я каждый год приезжаю. Каждый год? Сейчас приехал, что ли? Ну да, хотел с Юркой выпить, вон стопка стоит этот зал, сволочь какая-то бутылка у него. А может где-то стоит, нет? Нет, нет. Нет, ну что я, дурачок, что ли, по-твоему? Вот, стопка, я специально накрыл бутылку, Юр, держи, думаю, пойду, циаретку стрель. Ну, понятно, но мы помочь ничем не можем, мы сами не пьющие. Поэтому приезжают поклонники, творчество группы Сектор Газа, да, со всех регионов Российской Федерации, и не только, наверное, у других стран даже бывает некоторые. Ну, думаю, все-таки оскоренение могилы как бы не есть хорошо, там исполнять некоторые песни, там напеваются, вызираются. Вот. И хотелось бы все-таки, чтобы сделали памятник. Да. Памятник группы, ну, Юру Хою, именно где-нибудь установили, Юрий Клинских, где-нибудь все-таки в городе, в самом Воронеже, да? Да. Все-таки творческий человек, я думаю, он достоин. Ну, как многие говорят, там, что много песен у него про мат, там, да? Ну, достаточно много песен очень хороших. 30 лет, там, допустим, Туман, там, да, все там еще, там, Пора домой, вот это что первое приходит в голову. Какие-то очень самые известные. Вот, и хотелось бы, конечно, чтобы было место, выделено все-таки в самом городе, то есть в администрации как-то более лояльно к этому отнеслась, потому что, насколько я знаю, Ирина Клинских, она просила за этот памятник саму администрацию, но они так и не поспособствовали этому, да, типа, этому считают, а как там дети, если подойдут, это будет как восприниматься, кто этот какой дяденька, а он там песни матом пел, да? Ну, кроме песни матом, я думаю, много другого творчества внес, очень хорошего для города. Вообще он был другой совершенно, не как на сцене, там, допустим, как у него псевдоним хулиганский, такой был панковский, в жизни он был совершенно другой, спокойный, семейный человек. Вот как бы памятник дал трещину, ну, эта трещина, это так сделано специально, да? Да. Говорят, хотели что-то еще изменить, вот вроде, как я слышал, реконструировать, только что именно. Есть, возможно, вот это, вот эти вот моменты, то, что отбита плитка, вот, возможно, здесь тусовки, вот видно, что натоптано очень сильно, я отслеживаю его творчество, слушаю каждый выходящий альбом, вот, и до сих пор, и до сих пор, и до сих пор слушаю, иногда песни поем в караоке. Ставлю даже такой небольшой эпизод с его песней, с его песней, как-то мы исполняли. Советской период, сетергаза, дуба, поехали. Все пошло на смирь, наш шаших отмирь, в городах, как юбка, убутань, у нас все с непочем, все очень... Да, в Подлипках я ходил на его концерт, кстати, вживую мы тоже встречали, это было в 96-м году, да, мне на тот момент не было ни фотоаппарата, ни видеокамеры, я очень жалею, что не взял у сестры видеокамеру, и как-то... надо было заснять, конечно, это запечатлеть, это все-таки такой момент, нужно сказать, исторический, я думаю, было бы здорово. А у Ленки, кстати, была камера, блин, я что-то побоялся у нее просить, потому что она была, знаешь, камера дорогая, там, вдруг ты ее потеряешь, но я там пацаном был, мне было на тот момент 16 лет или 15, 16, по-моему. Вот как-то так. А еще грустно, то, что здесь есть попрошайки на самом деле. Ну да, и многие сейчас заметили такую ситуацию, вот видели, что подходил мужчина, он там прям просил денег, там 100 рублей, тот разыграл цену целую, типа якобы у него бутылку водки украл, кто-то, но здесь никого не было. На самом деле было даже немножко жутковато, страшновато, потому что, ну, видно, что мужчина такой. Ну, нет, ну, он просто так хорошо отрабатывал. Да, нет, нет. Я просто понял сразу, что это идет, как бы, он думал, что мы сейчас поделимся, мы, может быть, с собой взяли бутылочку водки и выпьем вместе, может быть, нальем там стаканочку. Но мы-то оказались не пьющими, поэтому немножечко ему не повезло, наверное, с нами все это. Ну, тут деньги начали уже у нас просить. Ну, да, попросил соточку, говорили, мы сколько смогли. Ну, ничего плохого, но все равно, когда вот приходишь, кажется, ну, к человеку, тем более на могилу, все-таки нужно чтить память как-то. В первую очередь, да. И вести себя культурно, так скажем. Может, мы такие, так что не обрисуйте. Ну, вот, Андрей давно хотел, да, увидеть? Да, я сколько раз говорил в Воронеже, у меня сразу ассоциировался именно с Юрухуэм, потому что знаю, где он жил в каком-то районе, когда-то, Левобережный, по-моему, да? Да, ВАИ. ВАИ, вот этот район. Мы, кстати, хотим еще подъехать к его дому, именно посмотреть и заснять. Так что, возможно, будет отдельный, конечно, репортаж. Ну, если получится, хотелось бы еще и встретиться с родственниками. Ну, насколько мне известно, в том доме, по-моему, где он раньше жил, вроде квартиру уже продали. Мама умерла, и вроде как квартиру... Это мамину квартиру. Продали, да? Она в Царковском, по-моему. Да? Если вы Царковском, 12-й, если вы знаете, напишите в комментариях более точно. Да, будет очень интересно. Здесь. Да, пока мы здесь, конечно, мы сейчас могли бы заехать. Может, попробуем? Попробуем, наверное, если получится. Угу. Царство Небесного, земля пухом пусть будет. Субтитры подогнал «Симон»